В почти двухлетнем расследовании взрыва в Арысе сегодня поставили точку. В деле, состоящем из 400 томов, зарегистрировано 1500 потерпевших и 16 обвиняемых. 12 из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 10 лет. Остальные будут отбывать наказание условно. Между тем адвокаты обвиняемой стороны заявили, что категорически не согласны с приговором и будут подавать апелляционную жалобу. Что именно вызвало взрыв, реальных доказательств практически нет. Надо провести проверку, экспертизу. Её ведь тоже не тщательно провели. Когда в Арысе начали греметь взрывы, Айдбек Рызбек был на работе. Взрывом ему повредило всё тело. Мужчина говорит, на лечение ушли все средства. И он рассчитывал получить компенсацию. Но его жалобу оставили без внимания. «Это всё у меня осколки. Всего 27 осколков у меня нашли. Но тем не менее суд никакой компенсации не присудил. Только вынесли приговор осуждённым. А пострадавшим что делать? На какие деньги восстанавливать искалеченное здоровье?» К слову, среди осуждённых есть командир и заместитель военного склада. Им предъявлено обвинение по статьям нарушения правил безопасности, на взрывоопасных объектах и халатность. Однако судья, который не пустил корреспондента в зал суда, не стал комментировать ситуацию. Напомним, 24 июня 2019 года в Арысе взорвался склад военных боеприпасов, в результате чего погибли четыре человека. Двое из них военнослужащие, ещё двое гражданские, среди которых ребёнок. Он погиб в ДТП во время эвакуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова